Хочу вам напомнить о великом чуде, которое произошло в Сирии именно от этой иконы. Это чудо знает весь мир. Это самое великое чудо на православном Востоке за последние 20 лет. Эту необычную историю, происшедшую в наши дни в Сирии, я случайно узнал от Александра Логинова, пятый год подвязающегося послушником в греческом монастыре Филофии на Святой горе Афон. В этот монастырь приезжал православный медик, грек по национальности, патологоанатом, который одно время работал в созданной при ООН медицинской комиссии. Он встречался со старцами монастыря. По словам этого медика, комиссия занималась исследованием уникального случая, в буквальном смысле, воскрешения человека из мертвых. После того, как его убили и четвертовали, этот человек был заново шит из расчлененного состояния на основе неких, еще неизвестных человечеству технологий. Первоначально обследование пострадавшего проводили в Дамаске местные врачи, а затем уже к делу подключились и военные медики США. Американская сторона в итоге сделала вывод, что происшедшее следствие вмешательства НЛО и засекретило данную информацию. А наши перекрестились и сказали «И слава Богу!» – рассказал Александр. «История такова. Тот, о ком, собственно, идет речь, некто Шеде, был богатейшим арабским шейхом из Саудовской Аравии. Его супруга была правоверной мусульманкой из зажиточного знатного рода. Эту аравийскую семью можно было бы назвать счастливой, если бы у них были дети. Шеде очень хотел наследника. Он обращался за помощью к медикам. Не раз ездил в Мекку с женой, выделял немалые деньги на строительство и восстановление мечетей, но ничто не помогало. Его клан и сложившиеся традиции все настойчивее требовали развода, однако и свою жену этот шейх любил больше всего на свете. Перспектива скорого и бесповоротного расставания с ней его ужасала. Наконец супруги решили отправиться в свое последнее совместное путешествие в Сирию, чтобы поклониться местным мусульманским святыням. По прилете в Дамаск они взяли таксиста, который предложил повозить их несколько дней по стране. Узнав обо всем, водитель посоветовал им побывать в старинном женском монастыре под Дамаском, который называется Панагия Сайдная. Пусть их не смущает, что монастырь православный, там находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы, которой приходят помолиться люди самых разных конфессий и убеждений. И особенно часто Божья Матерь помогает бездетным семьям, сказал водитель. Шеде попросил его отвезти в Сайднайский монастырь, пообещав в случае исполнения его молитв пожертвовать монастырю 80 тысяч долларов, а водителю еще 20 тысяч. Через 9 месяцев у Саудовской четы родился наследник. Счастливый шейх сразу же отправился в Дамаск исполнять обещанное. Связался с тем самым водителем, попросил встретить его в аэропорту. Тот приехал с двумя охранниками. По дороге в монастырь машина неожиданно свернула в безлюдное место, после чего эти трое жестоко расправились с шейхом, отрезав ему ноги, руки и голову. Деньги и драгоценности они забрали себе. А останки несчастного сложили в багажник, чтобы отвезти их в более безопасное место. Проехав несколько километров, машина внезапно заглохла. Приезжавший мимо человек предложил было свою помощь, но ему грубо отказали. Однако этот сириец почувствовал неладное и позвонил в полицию. Приехавшие стражи порядка застали врасплох трех сообщников. Но еще больше шок все испытали после того, как открыли багажник машины. Неподвижно лежавший и залитый кровью труп вдруг зашевелился, ожил и, покачиваясь, стал на ноги. Первые слова, которые он сказал, были. Только что эта самая панагия закончила зашивать мне шею, вот здесь. После этого признания водитель и его телохранители лишились рассудка. Аравиес потом рассказывал, что видел все происходившее с ним, но как бы со стороны, остраненно. Все это время по уже установившейся привычке он молился Богородице. И по словам шейха, Божия Матерь заново собрала все его тело и оживила его при помощи своего сына. В Дамаске медики подтвердили, что швы действительно были наложены совсем недавно. Причем самое удивительное, как удалось соединить заново все, вплоть до разорванных нервных окончаний и мельчайших сосудов. Узнав о случившемся, потрясенные родные и близкие этого человека обратились из мусульманства в православную веру. Слава Господу нашему Иисусу Христу и слава Его Пречистой Матери. Аминь.